Барселона подходит к новому сезону примерно в том же положении, что и год назад. У Хави интересная перспективная команда, но у клуба все еще серьезные финансовые проблемы, которые заставляют расчищать состав и ужиматься в трансферных хотелках. В этом выпуске мы расскажем, как каталонцы собираются вписываться в суровый потолок зарплат Ла Лиги и как укрепляют состав с минимальными затратами на рынке. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать разбор остальных топ-клубов, которые мы также обязательно выпустим. А перед началом ролика попробуйте ответить на вопрос. Назовите трансфер самого дорогого испанского игрока в истории Барселоны. Давид Вилья, Ферран Торрес, Сеск Фабригас. Кто покинул команду? Известно, что Ла Лига одобрила двухлетний план финансовой жизнеспособности Барселоны. В него входят закрытие Барса Ти Ви, а также уход Серхио Бускетса, Жерара Пике, Жорди Альбы и Антуана Гризмана. Расчистка зарплатной ведомости остается приоритетным планом Барселоны. В июне Совет директоров Барса согласился дополнительно предоставить Ла Лиге годовые финансовые гарантии в размере 6 670 000 евро, что позволило зарегистрировать новые контракты игроков, в том числе Гави, а также завершить сделку по подписанию Гендагана. Проблема в том, что подсчитать, впишется ли Барселона в правила Ла Лиги, со стороны невозможно. Не рискуют делать это даже каталонские СМИ, приближенные к клубу. В январе 2023-го президент Лиги Хавьер Тебас говорил, что Барсе нужно сократить зарплатный фонд с 600 до 400 миллионов евро в год. Тогда сайт Кэпполоджи, на который ориентируются в плане зарплат, как на Трансфермаркт, оценивал зарплатный фонд Барс в 255 миллионов евро. На данный момент цифра составляет 241 миллион. Однако тут не учитываются бонусы и отложенные зарплаты. К примеру, тому же Месси клуб возвращает долги до сих пор. Так что оценить, впишется ли Барса в финансовый фэйрплей, сейчас по сути нереально. Плюс текущее сокращение зарплатной ведомности ничего не гарантирует, так как потолок зарплат рассчитывается исходя из доходов клуба. А с этим у Барсы проблемы. Клуб по-прежнему берет кредиты, а долг в 1,3 миллиарда евро никуда не делся. Очевидно, что этот самый зарплатный фонд Барселона старается сокращать как может, так как именно он является главным препятствием перед регистрацией на новый сезон. По ходу прошлого сезона клуб покинули Антуан Гризман, контракт которого за 20 миллионов евро выкупил Атлетика, а также Жерар Пике, неожиданно завершивший карьеру уже в ноябре. Летом же стало известно, что команду покидают два выдающихся ветерана, Серхио Бускец и Жорди Альба. Ушли свободными агентами и вслед за Месси подписали контракт с Интер Майами. Также в спортинг за 7 миллионов продан неприжившийся на Кампноу португальский вингер Франсишко Тринкау, за которого в свое время заплатили 30 миллионов. Плюс, наконец, расторгнут контракт с Амюэлем Юмтити и сдан в аренду Жероне молодой хавбэк Пабло Торре. Итого, зарплатный фонд Барселоны по сравнению с началом прошлого сезона полегчал примерно на 78 миллионов евро. Цифра условная, так как зарплаты арендованных Грисмана, Тринкау и Юмтити делились в разных пропорциях. И Барса могла оплатить Антуану больше обозначенных в договоре с Атлетико – 12,5 миллионов евро. Но плюс-минус на эти данные опираться можно. Но есть для Барсы и плюс. Ла Лига на год изменила правила, чтобы стимулировать трансферы испанских клубов, так как проблемы с финансами сейчас не только у каталонцев. В течение года клубам можно тратить на трансферы и зарплаты не 40%, а до 60% прибыли, в зависимости от ситуации. И это явно играет на руку Барселоне. Однако уход вышеперечисленных игроков не гарантирует Барсе отсутствие проблем с Ла Лигой. Во-первых, конкретный потолок зарплат еще не обозначен. Во-вторых, не стоит забывать, что синие-гранатовые этим летом подписали новичков, и тому же Гюндагану будут платить 18,7 миллионов евро. Вероятно, основная сумма зарплаты будет выплачиваться в последующие годы, но все равно это серьезная финансовая нагрузка. Так что неудивительно, что в Барселоне продолжают нелегкий процесс пристраивания ненужных футболистов. Сейчас в доступе у Хави 26 футболистов, но, по слухам, главный тренер хочет обойтись обоймой в 23 игрока, а значит, уходы еще точно будут. Первой в очереди центральный защитник Клеман Лангле, на которого не рассчитывают вообще. В прошлый сезон 28-летний француз провел в аренде в Тоттенхэме, но шпоры не торопятся выкупать его контракт. В Каталонии надеются продать Лангле за 10 плюс 5 миллионов евро, но пока такой вариант развития событий для них очень оптимистичен. Потенциальные покупатели знают, что Барса в любом случае расстанется с игроком, получающим 12 миллионов евро за сезон, и потому не торопятся предлагать за него адекватные суммы. Не очень большие шансы остаться на Камп Ноу и у американца Серджинио Деста. Он плохо показал себя в аренде в Милане в прошлом сезоне, и предсезонный тур – его последний шанс убедить Хави. Пока кажется, что Дест просто не тянет уровень, а его зарплата в 6 миллионов евро серьезно выше рыночной. По слухам, подписать футболиста может Аякс, откуда тот и переходил в Барселону. Возможные продажи Ансу Фати, который никак не вернет свою лучшую форму после череды травм. Не так давно вингера считали главной надеждой Барселоны, но сейчас даже Хави сомневается, сможет ли молодой игрок выйти на топ-уровень. К тому же Ансу в статусе «запасного» является четвертым, самым высокооплачиваемым игроком команды после Де Йонга, Ливандовски и Гюндагана. И его зарплата в 14 миллионов евро в год – серьезная абуза для клуба. Ходят слухи о возможном уходе Франка Кисье. Его ареец неплохо показал себя в прошлом сезоне в качестве игрока ротации, но, судя по всему, его зарплата в 9 миллионов евро все же кажется для клуба чрезмерной. В начале лета Кисье чуть было не перебрался в Саудовскую Аравию, но переговоры сорвались, и пока он планирует новый сезон в синегранатовой футболке. Также в новом сезоне Хави не рассчитывает на воспитанника Ника Гонсалеса, проведшего прошлый сезон в Валенсии. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в Порту, но будет ли это еще одна аренда или полноценный трансфер – пока неизвестно. Не определено будущее вингера Абде Эзалзули, отыгравшего прошлый сезон за Асасуну, но и на выход стоит 24-летний полузащитник Алекс Кальядо, неподходящий в состав, но зарабатывающий 3 миллиона евро в год. Интерес к нему проявляет Бетис. Ожидается, что за счет ухода этих футболистов Барса может сократить зарплатный фонд как минимум на 50 миллионов евро и спокойно вписаться в потолок зарплат. Но даже в условиях кризиса Барса умудряется подпитывать первую команду новичками. Понятно, что ограничение серьезное, но престижное имя позволяет каталонцам привлекать звезд даже в трудные времена. Главное подписание – это, конечно же, Илкай Гюндаган. Полузащитнику уже 32 года, но в его случае это мало что значит. Немец потрясающе проявлял себя в Манчестер-Сити в самых разных ролях и точно внесет большой вклад в игру команды в новом сезоне. Особенно если Хави сможет подстроиться и найти ему правильное применение. Соглашение составлено по схеме 2 плюс 1. По слухам, убедить Гюндагана в переходе удалось не без помощи Роберта Ливандовски, который играл с Илкаем в Барусии. Зарплата в 18,7 миллионов евро в год – это, конечно же, серьезно, но Барса подписала такого мастера свободным агентом, так что амортизация вполне адекватная. Также свободным агентом пришел Иньиго Мартинес. У 32-летнего центрального защитника закончился контракт с Атлетиком и продлевать его он не стал принципиально, так как хотел перейти в Барсу. Вряд ли Иньиго будет претендовать на роль игрока старта, но в качестве подмены Арауха и Кристенсену как минимум на внутренней арене будет полезен. Правда, есть вопросы по зарплате. На фоне сокращения зарплатного фонда 9,3 миллиона в год не самому звездному игроку кажутся перебором. Последний трансфер на данный момент переход за 3,4 миллиона евро из Жирона 31-летнего опорника Ариоля Ромео. Это дешевая и краткосрочная замена Бускетсу, так как договориться о переходе Мартина Субименди из Реала Соседак не удалось. Ромео же так хотел вернуться в родной клуб, что из своего кармана доплатил 600 тысяч евро, чтобы трансфер состоялся. Ну и отметим перевод в первую команду на время сборов правого защитника Хулиана Арауха, за которого Барселона прошлой зимой заплатил Лос-Анджелес Гелакси 4 миллиона евро. Посмотрим, сможет ли он впечатлить Хави. Возможные трансферы Здесь для Барселоны все максимально размыто. Вполне можно ожидать, что новичков у каталонцев этим летом не будет больше вообще. Все-таки в правила Ла Лиги надо как-то вписываться. С другой стороны, исключать подписание одного звездного футболиста нельзя. Еще зимы ходят активные разговоры, что Барселона очень хочет видеть в своем составе Бернарду Силбу. Сам португалец также не против перехода, да и его жена хочет жить поближе к родине. Плюс Бернарду выиграл все в футболке горожан и готов к новым этапам карьеры. Проблема в том, что Манчестер-Сити требует за одного из своих лидеров 70 миллионов евро, который Барса сейчас заплатить попросту не готова. Аренда или рассрочка на условиях каталонцев, понятное дело, английский грант не устраивают. Все же Силва – один из ключевых игроков команды. Профинансировать такой трансфер синегранатовые могут только за счет продажи Феррана Торреса или Рафини. А лучше на всякий случай обоих сразу. Проблема в том, что спроса на европейском рынке на обоих нет, так что остается надеяться только на космическое предложение из Саудовской Аравии. Альтернативой Бернарду является другой португалец Жуао Феликс. Форвард Атлетика недавно ляпнул, что с детства болеет за Барселону и хочет играть за нее, чем спровоцировал гнев мадридских фанатов. Гвардиона и написали на ней слово «шлюха». Вряд ли у Феликса есть будущее в Атлетика после таких выходок. Только вот Барса, как и в случае с Силвой, трансфер не потянет. Максимум – аренду с правом выкупа, о чем сейчас и ведутся переговоры. Правда, вероятность сделки все равно оценивается как низкая. На прицеле у каталонцев находится и Жуао Канцелу, который вряд ли будет работать с Гвардиолой после скандала в прошлом сезоне. Да и проблемную позицию правого защитника он закрыл бы идеально. Но опять же португалец стоит больших денег, которых у Барселоны нет. Более дешевая альтернатива – Пабло Мафео из Мальорки. Но не факт, что он будет лучше Деста или Серджи Роберто. В общем, в ближайшее время громких трансферов от Барселоны ждать не приходится. Какой команда будет в новом сезоне? Итак, судя по всему, в новом сезоне Барселона не сильно будет отличаться от самой себя образца прошлой кампании. Серьезные изменения в составе могло спровоцировать возвращение Месси, но тот решил, что европейского футбола с него хватит. Так что, вероятнее всего, изменения будут только в середине поля. Весь вопрос, какую конфигурацию будет предпочитать Хави. Ключевой станет замена Серхио Бускетца, ключевого игрока команды последнего десятилетия. Буси работал в тени, но именно на нем держался знаменитый каталонский контроль мяча и выход из обороны в атаку. Ореоль Ромео явно такую роль не потянет, но все же ему уже 31, за спиной школы Ла Массии и годы игры в Ла Лиге, так что альтернатива хоть и дешевая, но не самая плохая. Ко всему прочему, Жерона также играет в контроль, и именно Ромео балансировал игру команды в опорной зоне. Ореоль способен качественно выжигать опорную зону и страховать атакующих игроков, с чем были проблемы у Бускетца. Потому в теории его нахождение на поле развяжет руки Фрэнки де Йонгу, который сможет больше сосредоточиться на атаке и в излюбленной манере таскать мяч на дриблинге со своей половины поля. Ромео же при поддержке Фрэнки и Педри или Гюндагана останется только отдавать мяч ближнему. Есть и альтернативный вариант. В матчах с командами середины или нижней части турнирной таблицы Хави может использовать на месте опорника де Йонга, Кисье или Гюндагана. Да, оба они не очень круты в разрушении, но должны справиться, если на их зону не будет оказываться какого-то сверхдавления. Это откроет Хави просторы для экспериментов. Например, можно выпустить в центр поля Гави. В этом большой плюс прихода Гюндагана. Илкай в Ман-Сити показал себя человеком-оркестром, который может исполнить любую роль на высочайшем уровне, в том числе в опорной зоне. Так что его подписание точно пойдет на пользу для вариативности команды. В обороне вряд ли будут солидные изменения. Ходили слухи, что Жюль Кунде недоволен ролью правого защитника и на этом фоне даже чуть ли не хотел покинуть команду. Но, судя по всему, вопрос улажен, да и у Барселоны просто нет альтернатив на эту позицию. Роберто и Дест не тянут. Арауха же более полезен в центре обороны. Плюс подписание Иниго Мартинеса намекает, что именно он будет подменять центр дефов, а Кунде будет играть в основе, но на фланге. Хотя все может измениться, если каким-то чудом до Камп Ноу доедет Канцеллу. Что касается атаки, то тут изменения будут только в случае трансферов Бернарду или Феликса. Пока же трансферы выглядят маловероятными, потому Ливандовский точно сохранит за собой место на острие атаки. А на флангах развернется серьезная конкуренция. В прошлом сезоне никто из вингеров не зарекомендовал себя в роли настоящего лидера. Дембеле выбила очередная травма, Рафинья блистал лишь отрезками и начал приносить ощутимую пользу лишь весной, а Фати с Ферраном Торосом были просто дико нестабильны. Хорошо, что у Хави нашелся выход. Гави здорово показал себя на левом фланге атаки и наверняка будет наигрываться там и в новом сезоне, учитывая перебор центральных полузащитников. По слухам молодому Контерану позиция не очень нравится, но что уж тут поделаешь. В итоге Барселона подходит к новому сезону, укрепив состав несколькими ветеранами 30+, и расчищая зарплатный фонд за счет расставаний с лишними активами. На революцию рассчитывать не приходится, но вряд ли она и нужна. Хави продолжает строить свой проект, у него большой кредит доверия и намеченная стратегия развития команды. Ну а конкретные выводы о перспективах тренера и нынешней команды можно будет делать лишь к середине нового сезона. Субтитры создавал DimaTorzok